АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вопросы? Не переставайте. Сложно это про вопрос задать. Не могу задавать. Не могу. Да? У меня есть вопрос про убеждения. Да. Если, допустим, человек находится в условии, где большинство людей вокруг него говорят ему, что Солнце зелёное. У него формируется убеждение, что по-другому быть не может, Солнце зелёное. Он попадает в общество, где большинство людей начинает ему говорить, что Солнце волокое. Является ли вот этот механизм пересмотра убеждения без сознания или действительно человек делает выбор пересмотра? Бессознательным – это сила, это эффект, который называется «конформизм». То есть, если большинство… Короче, у людей есть встроенный такой рефлекс, опять-таки из этих далёких времён неолита, что, короче, нам тяжело не соглашаться с большинством. Это требует определённых усилий. И если, ну, большинство людей будут говорить человеку, что Солнце зелёное, то в конце концов он просто… Ну, у него просто термин в голове поменяется, тот цвет, который он воспринимёт как жёлтый, он будет говорить, что это зелёный. Скажите, люди рациональны? Люди могут быть рациональными, если для этого очень сильно постараются. Но, то есть, эти исследования показывают, что люди иррациональны, при этом предсказуемо иррациональны. Да? Я правильно понимаю, что существует связь между количеством амориадов, которые мозг потребляет при решении определённой задачи, и субъективной трудностью этой задачи? Да. Ну, и ещё такой вопрос, что вот эти костыли, которые мешают, они нам думают рационально, они… ну, то есть, они сформировались в эволюции, как некие костыли, поверх нормальной работающего мозга, или это просто, ну, без них мозг работать не будет? То есть, их можно в принципе, в теории отключить, как сейчас, с помощью генной инженерии или там… В теории, в теории можно, когда закончат там декомпозицию всего этого человеческого генома, и найдут какие там у нас есть безусловные рефлексы, выкинут оттуда весь ненужный хлам, может быть, когда-то это будет. Но, к счастью, наша вот эта вот рациональная думалка, которая байсовская, она находится в коре головного мозга, который имеет замечательную способность при необходимости перехватывать и подавлять все остальные участки мозга, если вы эту способность тренируете. То есть, способность к рациональному мышлению, она накачивается примерно как мышцы в тренажерном зале, если вы этим занимаетесь. Да? Есть, очень простой вопрос. Я услышал лекцию о сознании, она мне понравилась. Где в ней слово «когнитивное»? Вот что есть сказанного именно «когнитивная»? Ну, там был промежуточный вывод. Когнитивная модель. Значит, когнитивная модель сознания – это симуляция Вселенной, которая использует байсовское уравнение как фильтр и механизм усиления связанности информации в самой себе. Это когнитивная модель сознания. Когнитивная теория включает в себя когнитивную модель сознания, а также все остальное, что, собственно, в эту рациональность не входит, в эту рациональную вычислялку. То есть, ну, на самом деле есть довольно много важных аспектов, которые могут быть связаны или не связаны с сознанием, которые я опустил. Это, в первую очередь, эмоции и ассоциативное мышление. Значит, они с вот этой рациональной вычислялкой могут быть напрямую связаны, могут быть не связаны. То есть, могут находиться в несознательной зоне. Когнитивная модель сознания описывает всю психику человека, используя, в первую очередь, байсовскую модель и кибернетический подход. То есть, наш разум находится вот тут, в мозгу, и работает на той же основе, на которой современная электронно-вычислительная техника. Еще вопросы? Мне кажется, все. Спасибо большое.